Друзья, мы в эфире. Я не буду много ничего говорить, потому что это бессмысленно, когда в студии такой человек, как Александр Михайлович Герчик, его слава просто не самолетом, не паровозом, а просто космическая ракета летит впереди него, и уже все и так понятно. Все, кто хотел увидеть этот эфир, я вас поздравляю, вы его дождались. Мы беседуем сегодня на серьезные темы и на темы, которые вы все так хотели услышать. У нас сегодня больше про жизнь, про какие-то правильные понятия и про философию. Я думаю, что это, наверное, правильный будет подход. Александр Михайлович, здравствуйте. О жизни. О жизни. Мы перед началом вот как раз этого эфира с Александром Михайловичем общались перед студией нашей, как раз готовились. Александр Михайлович показал мне письмо человека, который написал слова благодарности относительно того, как ваши лекции и как ваши мысли повлияли на него. Можно я прочитаю это письмо? Ну, там не совсем мысли, там больше, наверное, индивидуально я просто этому человеку помог. Он был студент обыкновенный из семинара, даже не на годовой программе. Просто так получилось, что он там достал мои контакты и абсолютно безвыходной ситуации, потому что ситуация была абсолютно безвыходная. Он нашел мои контакты, мне написал, я с ним созвонился. Ну, я думаю, что все остальное из письма. Поэтому зачитываю, как в оригинале. Александр Михайлович, здравствуйте. Давно вам не писал. Ща поэма будет. Полтора года прошло с нашего декабрьского диалога, едва с того момента, как рухнула моя компания почти в мультбаксов. Тогда еще моих партнеров кинули хорошо. Я помню, вы тогда сказали, мало кто возвращается в трейдинг после такого. Но если ты забудешь все, прижмешь в жопу и начнешь учиться, то, может, что-то и получится. Это был июнь 2019-го. После семинара я прочитал вашу книгу и кропил над графиками каждый божий день, периодически открывая книгу и тетрадь ту, в которой писал на семинаре вашем. Что-то получалось, что-то нет. Но я продолжал делать дело, нарабатывая статистику и понимание уровней. Когда я окончательно выгорел, сливался, я написал вам в сентябре 2019-го вопрос про стеклянный потолок. И вы тогда поставили меня в ступор, спросив, что ты хочешь. Я устал бороться с самим собой и честно ответил на этот вопрос, что я хочу. Жизнь вскоре начала меняться. Еще быстрее она начала меняться, когда я увидел ряд психологических установок, которые учителя вдолбили в меня в голову еще со школьной скамьей. Ты недисциплинированный, у тебя никто и никогда ничего не получится, не можешь усидеть на ровном месте и так далее и тому подобное. Также я заново переработал свой алгоритм, основываясь на вашей книге и тех данных, которые я получил в июне 2019-го. С начала января 2020-го я продолжил торговать как на споте, так и на фьючах в крипте. В кавычках люблю этот рынок. Публикую свои сделки в открытом доступе. Ко мне стали обращаться люди. Я создал децентрализированное управление активами и вскоре у меня в управлении оказалось чуть более 1 миллиона 300 тысяч долларов с учетом прибыли более 150% за год. По некоторым более мелким аккаунтам прибыль составляла более 500%, чуть меньше, чем за год. На данный момент, июнь 2021 года, то есть это вот сейчас, я управляю капиталом 620 тысяч долларов. Я так понимаю, что это свои деньги. И являюсь одним из успешных трейдеров, судя по данным сервиса TradeMate. Перекрыл все свои долги и кредиты, в которых я сидел по уши. Переехал жить в элитный район на Крестовский остров Питер. И накупил кучу шикарных подарочков для моей принцессы, мамы и сестренки. Помог моему деду с выкупом квартиры и так далее. И что немаловажно, трейдинг для меня является тем, благодаря чему я могу оплачивать свои клипы, песни и свободно писать музло. Александр Михайлович, я безмерно благодарен вам за то, что вы делаете для людей. Зато диалог в июне, в январе за обратную связь. Вы даете людям гораздо больше, чем трейдинг. По большей части, благодаря вам, я, таксист, который переехал в Питер в 2014 году и жил в год на 13 тысяч рублей в месяц, спустя 7 лет стал миллионером. Вот такая история. Александр Михайлович, в чем секрет? Как выстоять в такой ситуации, когда ты теряешь все? Это его секрет. Это секрет. Я там не так сильно много сделал, не могу на себя взять кредит. Просто, наверное, в тот момент для него был и папа, и мама. Человеком, которому он, конечно, поплакался. И часто такое бывает, очень много студентов приходят поплакаться. Вопрос один. У этого человека есть стержень внутри. Он абсолютно никакой там не специфический, ничего в нем такого общего, узкого, целенаправленного нет. Скорее всего, простой этого человека был стержень. То есть мало того, что там его побило в трейдинге, он потерял компанию. У него была очень большая компания, потому что они много лет ее выстраивали. Там, говорю, человек написал, он тоже бывший таксист. И все, по сути дела, разбились все мечты. Денег не было, бизнеса не было. Была куча долгов, кредиты. Просто у этого человека, видно, есть стержень. По-другому это не назовешь. Он просто со мной оказался в правильном месте, в правильном время. И я ему задал простой вопрос, то, что я хочу, чтобы люди задали его себе. Вы должны понимать, что вы хотите. Скорее всего, он знал, что он хочет. Научиться торговать, это не ответ. Заработать деньги, это тоже не ответ. Стать крутым, как многие говорят. Я когда слышу эти лозунги, меня, честно, это начинает убивать. Там большое количество людей пишут, и фраза практически у всех одна. Я стану вашим самым лучшим студентом. Ты знаешь, в трейдинге есть один большой плюс. Не надо быть самым лучшим. Можно быть самым худшим и зарабатывать деньги. Я всегда говорю, когда я пришел в индустрию, я не стремился быть первым, вторым или пятым. Моя задача была одна, научиться торговать и зарабатывать достаточно денег, для того, чтобы обеспечивать, как этот парень сказал, свои интересы. Машину, отдых, семья, обучение ребенка. Когда ты хочешь пойти купить подарок, ты не должен задумываться, где ты возьмешь эти деньги, тысячи долларов или пять тысяч долларов. И, скорее всего, у Юры, зовут его Юрец, а если он смотрит, ему огромный привет. Это сообщение сегодня утром пришло. Это сегодняшнее сообщение. Да, сегодняшнее сообщение. У Юрца был стержень. То есть, после всего, когда его сильно побило и поломало, можно, конечно, говорить красивыми фразами, которые говорят в книжке, но по жизни, вернее, по книжке жизни не проживешь. Когда люди начинают говорить, например, там, неважно, сколько раз ты падаешь, важно, сколько раз ты поднимаешься. Это все здорово и очень красиво. Вопрос иногда, как тебя бьют. Если там бензопилой отрезали ноги или там, не дай бог, ты подорвался на гранате, я видел мне знакомый американский солдат, у которого две ноги оторвало. И этот человек живет абсолютно нормальной, полноценной жизнью. То есть, у него там специально изготовленные протезы и все остальное. Он построил очень большой бизнес. Насколько я помню, в прошлом году 30 или 40 миллионов долларов был оборот. Это человек, который пришел 5 лет назад или 6 лет назад после войны в Ираке с такой психикой просто разрушен. Это моих знакомых сын, русский, русский мальчик. Ну, они много лет в Америке. И это только стержень. Он либо есть, либо его нет. Либо вы его в себе воспитываете, добываете, достаете. Либо вы, как все. В чем суть этого стержня? Как его распознать? Человек должен понимать, что будут передряги по жизни. Это предельно просто. Вот он там еще не все написал, но вначале он сначала пошел работать на такси. То есть, он пошел на такси, потому что надо было элементарно просто на покушать, зарабатывать деньги. Он пошел работать на такси и потихонечку начал обратно вылезать. Ну, ты представляешь, когда из-за выражения, где взяли кувалду и пизданули тебе по голове, по-другому это не назовешь. Ты можешь обратно прийти, обратно, что такое? Ну, разок можно матом взорваться, скажет Герчкин настоящий. Когда тебя просто оглушили, и ты должен обратно встать и идти в заданное направление, это крайне тяжело. Я думаю, что на это способны реальные единицы. Я понимаю, что люди, наверное, хотели бы задать вопрос, есть ли какая-то волшебная таблетка? Ну, конечно, нет. Ну, конечно, нет. Ну, вот элементарно, там не буду рассказывать, но вот у нас с Ваней тоже были передряги. Мы вставали дальше и шли, а что делать? Это и, наверное, отличает человека, который победитель от всех остальных. Вот очень интересно, если кто-то хочет, есть короткий ролик на Ютьюбе, как раз именно с Майклом Джорданом, где Майкл Джордан рассказывает. Я сейчас даже попробую найти для того, чтобы зачитать. Сейчас просто ради интереса попробую найти. Мы подождем. Нормально. Просто люди поймут, да, что ошибаться – это нормально. Делать какие-то неправильные шаги – это тоже нормально. Сейчас. Пока мы ищем, точнее, Александр Михайлович ищет ролик Майкла Джордана, ваши вопросы, ждем. Я так, к словам, буду. Я найду текстовку просто. Я просто прицепляю, точнее, прошу всех наших зрителей, опять-таки же, активно участвовать и писать свои вопросы. Я не знаю, успеем ли мы их задать, но главное, что пишите. Я промазал больше 9 тысяч бросков за свою карьеру, проиграл в 300 матчах. 26 раз мне доверяли решающие бросок, и я промахивался. Я терпел неудачу снова и снова. Именно поэтому я чемпион. Люди должны понимать, что неудачная сделка – это часть прибыльной. Это нормальное явление. То есть нельзя все там убивать и кусать. Но опять же, эти вещи в себе надо воспитывать. И этот человек смог просто разобраться в себе. Кто-то ходит к психологам, кто-то ходит к психотерапевтам, кто-то себе что-то ищет, кто-то бухает, кто-то торчит на наркотиках, кто-то еще что-то. А кто-то что-то добивается в жизни. Допустим, если человек оказывается в такой ситуации, вот что ему делать? На что ему в первую очередь акцентировать внимание? Ну, уже ты думаешь, что у меня есть волшебная таблетка, что делать? Я не думаю, мне интересно ваше мнение. Я понимаю, что у каждого свой какой-то момент. Как можно вообще здесь мнение не существует? По одной простой причине. Человек должен знать свои сильные и слабые стороны. Я знаю свои сильные и слабые стороны. Иван знает свои сильные и слабые стороны. А если человека всю жизнь воспитывали, не знаю. Пример, вон Иван как раз сидит. Приведу пример Ивана. Да, Иван замечательный пример. Мы с Иваном познакомились первый раз в 2010 году. Он пришел ко мне на семинар. Тогда ему было 20 лет. Он был обыкновенным мальчиком, как были все остальные, которые сидели на семинаре. Абсолютно точно такой, ничего не отличалось. Потом мы с Иваном встретились в 2013 году в Германии. И он сказал, давайте будем... Что ты так смотришь на меня? Нельзя рассказывать, что ли? Я, например, очень горжусь им. Мы с ним второй раз встретились. Ему было 23 года. Можешь себе представить, да? Вот сравни. Это было 8 лет назад. Мне было 42 года. Я мультимиллионер. Не один раз. Состоявшийся, известный. И встречаю мальчика с улицы, который похож на маленького мальчика. Ему тогда было 20 лет. Но он мне просто сказал, мы сделаем компанию, у нас будет самая лучшая компания. Все, я же поверил. Он до такой степени убедительно звучал. Знаешь почему? Почему? Потому что он знал, что он хотел. 99% людей, они не знают, что они хотят. Он знал, что он хотел. То есть секрет просто в том, что он знал, что ты хочешь. Вот если он приходит с каким-то проектом, мы делаем большое количество проектов разных, приходит и говорит, я говорю, Иван, как ты думаешь? Говорит, я думаю, все будет хорошо. Я говорю, все, если ты думаешь, значит пошли. А 99% не будут доверять. Они 250 раз посмотрят. Я некоторые проекты, которые мы с Иваном смотрим, я даже не рассматриваю. Почему? Потому что я доверяю. Просто сразу уже есть какой-то там... Какой фактор? Мы же все-таки столько лет вместе. Ну да. Это же уже как бы не один день. Знаешь, как говорят, что партнеры это ближе, чем жена. Реально так и есть. Здесь вопрос одного. Если ты не доверяешь себе, ты не будешь доверять другим. А 99% людей себе не доверяют. Знаешь, я смешной анекдот. Какой? Когда мужик джинсы стирает. И говорит, никому в этой жизни нельзя доверять. Никому. Даже самому себе. А ведь только пукнуть хотел. Здесь вопрос один. Люди должны просто элементарно... Опять же, мы второй день занимаемся психологией по одной простой причине. Потому что это основное. Человек должен знать, что он может, что он хочет, и что он готов сделать ради того, чтобы исполнялись его мечты. Вот и все. Юра знал, что обратно возвращаться он элементарно просто не хочет. Слушай, нас всех бьют. Нет ни одного человека, дожившего до определенного возраста, чтобы у него было все хорошо. Знаешь, даже какой сериал когда-то был. Богатый тоже плачет. Смотрел. Да, я смотрел. Я знаю некоторых детей, своих знакомых, которые там богатейшие люди, а дети абсолютно бесполезны. Вообще. Ну, то есть, абсолютно бесполезны. Какой секрет воспитания детей? Ребенка надо любить и объяснять ему, что хорошо, что плохо. Ребенка надо направлять, как говорил мой отец. И когда ребенок не понимает, его надо бить рублем. Наказывать просто финансово. Бить рублем. Бить рублем это как? Наказывать это плохое слово. Хорошо. Просто бить рублем. Заменим на это. Да. Есть определенные вещи, которые, например, нужны. Там это покушать, одеться. А есть вещи, которые экстра. А ваши дети... Мне один мальчик. Один. 27 год. Так, а ваш сын тогда, он как-то участвует? Он абсолютно не избалован. Он не трейдер, он учится на доктора. На доктора. Вы говорили, что он планирует... Он сейчас... И пока он не понял сам... У нас тоже был с ним разговор. Он с детства знал, что он хочет быть доктором с 14 лет. Я его не направлял, потому что мне все говорили, ну ты же крутой трейдер. Как же ты своего сына не научишь? Я ему начал показывать, он сказал, пап, мне неинтересно. Вот я смотрю на график, у меня пульс увеличивается. Я понимаю, что я нервничать начинаю. Я хочу быть доктором. Он пошел, вот сейчас он закончил третий курс. И только сейчас, буквально год назад, он понял, что надо очень хорошо учиться. Потому что... Вот я задам вопрос, я думаю, что ты неотвечен. Как ты думаешь, конкурс на поступление в мединститут в Америке? Сколько человек на место? Ну, предположим, 50 человек. 500. Да, 500 человек на место. Можете представить, с какими ребятами он будет конкурировать? Даже не представляю. Вот этот год, этот год... Он закончил 4-0. 4-0 это все пятерки. И у него самые тяжелые предметы были. Биологии все. Я просто пришел ему объяснить, послушай внимательно. Это не моя мечта, это твоя мечта. Он знает, чего он хочет, куда он идет, и как он этого будет добиваться. Все. Ты думаешь, что я не мог быть в десятки раз богаче, чем я сейчас? Понимаешь, я до такой степени просто люблю свою жизнь. Мне очень комфортно в моей жизни. Я не думаю, что энное количество денег у меня станет более счастливым. Но, самое главное, это иметь хорошего партнера. Он, кстати, вышел сейчас. А, не вот он сидит. Самое главное, иметь хорошего партнера. У него амбиции хватает на нас двоих, а я его просто поддерживаю, закрывая толы. И все. Он как локомотив. И ты думаешь, что у меня есть какая-то проблема быть сзади и подбрасывать в топку дров? Абсолютно нет. Есть люди, которые всегда хотят первым быть. Для них очень важно, чтобы он номером один был. Мне абсолютно... Я никогда не хотел быть первым. Я никогда не хотел быть лучшим. Я хотел делать свою работу хорошо. Вот некоторые люди, они очень любят быть начальниками. Вот им нравится руководить, командовать. А я не могу. Я даже людей никогда не могу уволить. Я чересчур мягкий человек для руководителя. Поэтому, если я чересчур мягкий для руководителя, значит, я не должен руководить. И все. Люди это должны понимать. Но людей вы чувствуете? Я в своей жизни провел 7 тысяч персональных интервью. И практически никогда ни в ком не ошибся. Вот когда у меня был тульский офис, у меня ни один человек, который работал у меня, от меня за 7 лет не ушел. Ни один. Круто. И вот это моя гордость. Я устраивал перекрестные допросы, я сажал людей в темную комнату и все остальное. Так, с этого места поподробнее. Да, вполне серьезно. Что это за темная комната? Ну, ты смотришь, как человек себя ведет при стрессе. Например, я давал людям, была такая игра, Сет называется. Это одна из самых распространенных игр в мире. Значит, там, если люди хотят узнать, насколько быстро они соображают, там надо собирать определенные картинки. Вот, в общем, мы сделали условия игры тогда с моим бывшим партнером, Сергеем Федоровичем. По сегодняшний день мы друзья. Мы сделали, то есть мы должны были из всего серого общества. Это было Тула 2006 год. Понимаешь, это Советский Союз тогда был. Если приезжал в Тулу, то цивилизация туда не сильно дошла. Да, в общем, мы пришли, взяли людей, самых простых ребят. Были очень простые ребята. И я как сейчас помню, мы приехали туда, представляешь, там, американец в красивом костюме. Мне тогда было 35 лет. Круто. Ну, там, почти как Ивана сейчас, да. Там, он помоложе. И мы решили, что надо как-то людей отбирать. То есть не могут все быть трейдерами. Значит, и мой партнер, который был профессор молекулярной биологии в Нью-Йоркском университете, он сказал, давай какие-то придумывать там простенькие IQ-тесты. Мы же не можем совсем дебилов отбирать. Мы же должны им доверять деньги. В общем, мы сделали простенькие IQ-тесты элементарно. Например, отражение часов 15-15. Если вы смотрите в отражение, в зеркало, какие часы вы видите. Простая там математическая задача Перельмана пятого класса. Я тебе гарантирую, что 90% людей ее не решат. А задачка была очень простая. Там три друга поехали на рыбалку. Один дал деньгами, один дал бензин. А третий там еще что-то дал. И там кто, кому, сколько остался должен. Задачка реально пятый класс Перельман. Мы взяли учебник Перельман обыкновенный математик. У него были такие, что у него очень много было на сообразительность. Мне нужны люди, которые сообразительные. Потому что очень часто люди, которые именно научные, вот они приходят в трейдинг. Они академически умные, а в трейдинге ничего сделать не могут. Почему? Потому что человек, который академически умен. Так, хоть я, в принципе, тоже академически не глуп. Я не один раз выигрывал украинскую олимпиаду по математике. Но там человек, он вот такой вот прямолинейный. И вправо-влево. А трейдинг должен постоянно быть просто вот как рыба. Еще и вверх. Иногда быстро, иногда медленно, иногда вправо, иногда влево. И мы сделали, взяли эту игру сет. Это самая популярная игра в мире. Она в Украине тоже продается. Карточки. И там у тебя карточки на столе. Плюс я даю карточки. Я должен очень быстро собрать одинаковые карточки с одинаковыми узорами, рисунками. В общем, условия были предельно простые и предельно сложные. Значит, представь себе зал. 50 человек. Мы расставили столы. Рассадили по командам. Я сразу видел, где более слабый, где более сильный. И мне интересно было, как слабаки себя поведут с сильными. То есть, если я видел, что слабак пытается вылезти, значит, у человека что-то есть внутри. У него просто не было возможности в жизни, наверное, проявиться. Я сожрал сильных со слабыми и смотрел, кто кого давит. В общем, я как сейчас помню, у нас была девочка Катя, которая играла стоя. А потом, что я делал. Мне надо было, чтобы эти люди очень быстро реагировали на все и не нервничали. Я проходил и проверял ладошки. Пот. Мокрые или не мокрые, да. Я мог пульс прийти, проверить и все остальное. Насколько. То есть, если человек нервничает, как он на это реагирует, хочет ли он добиться или еще. Потом, конечно, я, в принципе, несколько раз над Диме поиздевался. Это было очень смешно. Значит, один раз я прихожу и говорю, это даже видео есть в интернете. Мне надо было, чтобы эти люди хотели прийти ко мне работать. И просто шли, потому что это было престижно. Потому что мы были первой тогда американской компанией в Туле. И человек моего уровня был единственным вообще тогда такого уровня там в СНГ. И, в общем, несколько раз я над Диме очень хорошо поиздевался. Несколько людей довел до слез. Это как тренинг был, получается. Один день, короче, просто, чтобы ты понял. Значит, сидят 33 человека. Я им говорю, значит, у нас остался последний экзамен. Вот кто сейчас экзамен последний сдаст, вот того мы берем 100%. Это будет математический экзамен. Я знаю, что в России было в то время очень тяжко с математикой. Это не Советский Союз. Тогда люди, кто, как мой папа говорил, кто знал, на четверку, это была твердая четверка. Да, там 2006 год, там образование немножко хромало. Я понимал, что математику не все знают. И я решил надавить на это. В общем, я говорю, все, сейчас будет математический тест. Все телефоны убрали. Тогда были эти кнопочные телефоны. Я говорю, все убрали телефоны. И будете писать тест. 15 минут, все, только ручки и бумажки, и все остальное. В общем, даю им конверт. Они не знали, в конверте было написано, поздравляем, мы его взяли на работу. Так. В общем, короче, я сижу, говорю, и так, раз, два. В общем, короче, начинается, разрывает эти конверты. А там на английском языке, я давал им тоже английский язык, потому что элементарные знания английского языка должны были быть. И я им на английском языке дал письмо Шекспира. Ты капитан своей судьбы. И в общем, они идут и начинают читать. И вдруг один Серега Кудряшов начинает плакать. Просто у меня есть талант довести иногда людей до слез. Редкий талант. И они начинают читать, и в конце написано, поздравляем, вы зачислены. То есть мне, я должен был понимать, что эти люди испытают определенные эмоции, как ни странно. Почему? Потому что, если этот человек эмоциональный, я смогу до него достучаться. Если это пули непробиваемый человек, как я ему потом объясню, что он что-то не так делает? Съяли, брал людей, у которых были эмоции. Например, что ты будешь делать с первой зарплаты? Если человек говорил, я пойду себе там в лучший ресторан и там пожру. Если человек говорил, я своей маме пойду куплю подарок, своей девушке куплю подарок или своему парню. Плюс ты будешь смеяться, раз в две недели, в субботу я устраивал родительские собрания. Что это такое? Я родителям объяснял, почему они должны дать своим шанс детям учиться. Вот если сегодня родители каких-то детей смотрят и считают, что трейдинг – это абсолютно бесполезное занятие, дайте выбор своим детям. Круто. Это очень важно. Мой сын выбирал сам. И я его никогда не прессовал. И очень часто родители не понимают. Вот вчера, я сейчас, если найду еще одно письмо, очень интересно. Вчера мне один из моих старых-старых студентов из Киева. Сейчас. Да, можешь прочитать. Александр Михайлович, здравствуйте. Это Дима Кичатый. Не уверен, что вы меня помните, но все же. Я уже 4 года не занимаюсь трейдингом, только по мелочи инвестирую, дабы вкус не забыть, так сказать. Сейчас у меня успешный бизнес и все хорошо, но не так давно осознал, что много моментов, которые меня сформировали в личном плане и в плане понимания бизнеса, заложили именно вы. 18 лет, когда с вами познакомился, вы были ролевой моделью для меня, и каждое слово записывал, запоминал после каждого общения с вами. Еще никогда не забуду, как вы звонили моей маме, когда родители не очень радостно отнеслись к моей идее заниматься трейдингом. Спасибо большое за все. Если будете в Киеве, буду очень рад с вами встретиться и пообедать. Если у вас будет желание и время. Круто. Мы вчера виделись. Круто. Да. Мы вчера виделись, да, у человека очень достойный бизнес. И, как ни странно, первые деньги на свои инвестиции и будущее, и на бизнес он заработал именно в криптовалюте. То есть благодаря тому, чему я его научил. Но вы же не учите, вы же не торгуете в крипте. Для трейдера абсолютно вообще безразлично, что торговать. Ну вот у нас, например, в Герчикинко есть криптовалюта, есть эфир, есть биткоин. В трейдинге есть два игрока, это покупатель и продавец. Все. А что написано, какой-то график, все, что нужно понимать. А если вы кофе там делаете, пускай мне тоже принесут. Я буду черный с молоком. О, это зерна, я слышал, это зерна были. А соседи? Ну, пускай соседи принесут кофе. Но это лучше, чем вздохи там были бы какие-то. Мы бы, наверное, с Женей сидели и комментировали. Мы бы удивились, как минимум. Почему? Мы бы просто комментировали. Но я готов ко всему, вы знаете, все может случиться. Что неестественно, то не безобразно. О, видишь? Чуть потешу. Это же тебе кофе делаю. В общем, торговать любым инструментом абсолютно безразлично. Иван, выходец из Форекса был, он пришел и торговал на ИС, а потом обратно торговал в Форекс. То есть есть два игрока, это покупатель и продавец. И чем меньше люди заморачиваются над тем, что они торгуют, есть понятие волатильности, понятие АТР, понятие размер позиций, понятие стопа. Все. Они универсальны. Когда книжку открывают, любую книжку, неважно, моя книжка, чужая книжка, там не написано, что криптовалюта или какой-то другой актив как-то по-другому торгуется. Просто человек должен выбирать какие-то более волатильные инструменты и понимать, что такое волатильность, и их торговать. Поэтому я закладываю определенные знания, общие материалы, а торговый инструмент, биржу и все остальное студенты для себя выбирают сами. Я из того, что вы рассказали, я для себя сделал вывод, опять-таки же, о том, что при построении бизнеса ключевой момент – это всегда люди. Вы делали акцент на то, каких людей вы брали себе в команду. Вы их проверяли на стрессоустойчивость, на эмоциональность, на готовность экспериментировать и продавить какие-то мобильные. У меня, когда была компания Hall Brothers, от меня ни один трейдер не ушел. И когда в 2008 году вышел первый айфон, первый-второй айфон, когда первый айфон не был, был первый-второй айфон, мои два сотрудника – Ли Чонг, китаец, и Ли Ян Гью, кореец, пошли в 5 часов утра, стояли в очереди и подарили мне первый айфон. Люди не понимают, это дороже любых денег. Или когда сегодня мне пишет человек, что я научился торговать, я потихоньку вылезаю из жопы, в которой я был и все остальное. А ты понимаешь, иногда даже в Киеве едешь, говоришь по телефону, а таксист тебе говорит, а вы Александр Герчик? Ну вот сегодня я, например, встречался с одним своим студентом, на Крещатике меня остановили 4 раза. Не то, что прям я вау-то испытываю, потому что хочется иногда просто пройтись. Конечно. Но это очень приятно, то, что люди тебя узнают, и то, что ты по-простому пользуешься в такой индустрии, тяжелой, просто элементарная популярность. Это очень дорогого стоит. Когда человек говорит, я учусь по вашим видео, у меня пока денег нет, но то, что вы выкладываете на страничку, стараетесь и все остальное. Вот я сегодня, например, на Инстаграме записывал видео объяснение. Мне же за это никто не платит. Просто если есть возможность помочь, надо помочь. Но из качеств, конечно, лояльность, лоялти. Потому что ты создаешь что-то, и тебе нужна твоя команда, которая тебе не придаст самый трудный момент. Просто быть люди, которые с тобой, как минимум, откровенны будут. Откровенны будут. Да. А были какие-то очень нелицеприятные разговоры с теми, кто... Всегда. Всегда, да? Это бизнес. И Кидалово было и не раз, и Большой Кидалово было, и на миллионы долларов Кидалово было. На миллионы долларов, не гривен. Было, да. И что? Ну, знаешь, как моя мама говорит. Оттряхнулся, встал и пошел дальше. Я сижу и думаю... Сейчас два раза зазвонил. Я думаю, про маму как раз и относительно того, что стержень. Что формирует стержень? Семья? Родители? Меня очень любили в детстве. Да. Мне повезло. У меня был очень строгий отец, безумно строгий отец. Очень строгий. Который заложил определенные вещи, да? Например, вот любишь, не любишь, ответственность есть. Вот ты взял, например, там семью, как Илон Маск правильно сказал. Все, ты взял семью, ты за нее отвечаешь. Что это за детский сад? Ну, папа вообще не понимает такие вещи. Например, Илон Маск сказал одну вещь. Мы обязаны нашим детям. Они же не просили, чтобы мы их рожали. Поэтому, если у нас родился ребенок, пожалуйста, будьте любезны. А мама меня просто любила. Вот просто, вот мама просто любила меня. И бабушка меня безумно любила. И баловали меня. Мама очень баловала. Я могу там встать и сказать, я не хочу в школу идти. И мама сказала, не хочешь, оставайся дома. Тем не менее, уже я не вырос каким-то там вырыдком или наркоманом, как тогда говорили. Мама приучала всегда, что надо уметь деньги зарабатывать. Что деньги – это не зло. У тебя есть деньги, ты пошел, купил то, что ты захотел. Это нормально. Это хорошо. Должно быть желание хотеть зарабатывать деньги. Мама всегда меня поддерживала. Всегда. Что бы я ни сказал. Даже в ситуациях, в которых я был неправ. Мама меня поддерживала. Бабушка меня и сестру. Просто какой-то безусловной любовь. Ну, такая любовь должна быть. Детям и внукам. Безусловно. Да, просто простая безусловная любовь. Мама никогда мне не ковыряла мозг. Она говорит, если ты считаешь нужным, вот. Ну, вот, например, там у меня мечта во Франции купить шато. Я вот все жду, пока Иван этот вот соберется, мне купит хотя бы маленькое. Кстати, не знаю, ли Иван рассказывал про свою мечту. Ты рассказывал про свою мечту? Нет. Можно рассказать? Да, Иван хочет, когда-то мы хотели, чтобы друг другу не доедать. Он в Таскане, Виталий, именно хочет винодельню. Ему очень нравится. Круто. Да. Вот, ты понимаешь, когда человек говорит, что он хочет винодельню, ты понимаешь, что у этого человека есть сердце и душа. А не то, что он хочет. Хочу запиздячить 12-этажное здание. Бегать по этажам и собирать аренду. Ну, надо сначала сделать это, а потом уже Таскане. А я хотел во Франции шато. И я понимаю, что там моя мама, она живет во Флориду, я сейчас ее перевез. И она мне говорит одну вещь. Если тебе там будет хорошо, значит, едь туда. Все. Поэтому, если нас родители сейчас смотрят, только в любви нужно воспитывать ребенка. Любовь должна быть безусловной. Просто вот надо своего ребенка любить. Не дергать, не доставать его. Ну, дети же становятся, у них же должно свое я быть. И еще взрослые не понимают одну вещь, что когда ребенок растет, что это девочка или мальчик. Да? Саня, это тебе. У них гормоны. В 10 лет у ребенка, у мальчика один гормональный фонд. В 12 лет. И самое интересное, что я по своему племяннику, по своей сестре, сыну, стал замечать. Вот он просто мой Митчелл один в один. Моего сына Митчелл зовут. В честь покойного отца. И он точно повторяет в таком возрасте. Я своей сестре пришел и сказал, Биан, успокойся, расслабься. Он просто повторяет все, что делал Митчелл. В 14 лет у них другой гормональный фонд. В 15 лет у них юношеский максимализм. Они все хотят уходить из дома, все хотят жить одинаково. Мой сын тоже. Я сказал, что не проблема, сейчас поступишь в университет. Самое главное, надо усыпить бдительность. Реально. Да, конечно, да. Сейчас вот все будет, и не переживай. Он чуть-чуть забыл. И все, знаешь, как мой сын. Я хочу операцию на глаза, у меня плохое зрение. Сейчас все. Я понимаю одну вещь, что в 17 лет идти делать операцию на зрение, это очень опасно. Конечно, вот сейчас пойдем. Мы были у доктора, я позвонил доктору, сказал, вот тебе деньги, ты скажи, вот то, что я тебе сказал, сказать. И все, мы приходим туда. Да, доктор говорит, пока нельзя делать. Там 6 месяцев подожди. Я сейчас пришел, ему 21 год. Он говорит, пап, ты знаешь, я понял, что я пока не хочу. Я нормально там очки нащу и все остальное. Нельзя ребенку сразу. Нет, все, тебе это не надо, ты идиот, ты баран, как 90% людей. Все это заруби. Спокойно объясняем. Я с сыном всегда разговаривал с возраста 12 лет. Все. Папа должен разговаривать с ним, как со взрослым. Как со взрослым. Как со взрослым. Не это тети бы. Мама может такие вещи делать. Папа должен разговаривать с ним, как со взрослым. Вот он мне звонит, рассказывает. Он сейчас там пошел на работу, звонит. Папа, я подписывал документы, пошел в фармацевтическую компанию. Ты только никому не рассказывай, чем я занимаюсь. Я подписал документы, чем я занимаюсь. И все остальное, все рассказывать мне. Было так, так, было так, это так. Все. Любовь, когда надо просто любить, безусловно, любовью. И все. Не важно, у тебя один или пятеро. У меня есть студент, у которого семеро детей. Олег, он живет в Иркутске, если он когда-то видит это. Это замечательный человек. Есть у нас иногда студенты. Вот у нас семинар в Турции в сентябре проходит. У нас иногда люди приезжают, пятеро детей привозят с собой. И у нас приехал один студентка из Швейцарии. Вот с таким пузом, с четвертым ребенком беременная. Муж с тремя детьми ходит, она сидит на семинаре. А она учится. Если у вас родился ребенок, будьте любезны, пожалуйста. Отвечайте за него. Ладно, давай, там у нас вопросы есть. У нас вопросы внемерены, поэтому все, что вы отвечаете, оно так или иначе касается. Если нас родители слушают, и ваш ребенок захотел заниматься трейдингом, трейдинг это не наркомания и не казино. И надо думать, что все трейдеры это наркоманы, или все играют в казино. Трейдинг на самом деле замечательная профессия, потому что она оголяет все твои сильные и слабые стороны. Как минимум, как минимум, вот как Дима, да, вот что он написал. Дима написал, что все вещи, я с ним вчера встречался, там я стельки покупал для обуви. И он как раз приехал, там мы пошли с ним покушали. Он говорит, вот все вещи, которые трейдинг мне показал, что я могу делать, я все вещи применил в бизнесе. А когда-то он мне приходит, и один день на семинар приходит белого цвета. Я говорю, что с тобой случилось? Он говорит, мама мне просто вынесла мозг. Я говорю, давай телефон будем твоей маме звонить. Кто он мне такой был? И все, родители поняли. Я просто их, будем говорить так, задавил своим именем, и они все, и человек состоялся. А представляешь, если бы тогда его задавили бы? Никто не знает. Давайте своим детям мнимую свободу. Мнимую. Он должен быть знать, что он свободен, но... Но вы контролируете. Контролирует, да. Вопрос. Что для вас счастье? Гармония? Когда... Я задавал такой вопрос очень часто. Когда все вокруг меня, моя семья, все счастливы. Ну, всем хорошо. Никто не болеет, да. Потому что у меня в прошлом году, например, болел отец очень сильно. Очень сильно болел. Одну операцию сделали, вторую. Он там пять раз из госпиталя не выходил. Ты не можешь быть счастлив, когда, например, кто-то болеет. Папа болел, естественно. Ты ходишь... Я ходил каждый день в госпиталь. Как минимум, я могу сказать, что я и моя сестра, вот мы свой долг, как дети, до конца выполнили. Круто. Глупые и смешные поступки в вашей жизни. Были ли такие? Так всегда, конечно. Любому человеку есть. Поделитесь. Глупые и смотря для кого-то что-то глупое, а для кого-то что-то смешное. Какой-то самый такой поступок, который вот вы вспоминаете, понимаете, что это было вау. Ты знаешь, их было такое количество. Да. Это просто надо напрягать память. Это не какая-то, наверное, разовая ситуация. Много их было. Ну, вся жизнь из этого состоит. Глупые и смешные поступки. Какой-то выделить, ну... Это думать надо, вспоминать. Я знаю, мы постоянно беседовали, вы постоянно обращаетесь к маленькому принцу, и у вас есть там какая-то цитата, которая для вас является краеугольным... Узорка – одно лишь сердце. Узорка – одно лишь сердце. А историю я тебе просто расскажу, как вообще маленький принц. Я в 2013 году, когда жил в Москве, покупал машину. Это был Мерседес-купе. Я покупаю у парня машину и говорю... И попался такой парень, мы впоследствии подружились и дружим по следующий день. Он в Америку ехал. Я говорю, слушай, мне надо машину завести на СТО, чтобы я просто проверил. Он говорит, да не проблема, бери, дает мне ключи и документы. Потому что прям так. Он говорит, я же вижу, что ты нормальный пацан. И я говорю, знаю, где ты работаешь, я знаю, кто ты такой. В общем, мне дает. Я там хочу, я люблю музыку, в машине хорошая музыка была. Ну, значит, я оставляю диски, и там как раз диск маленького принца. И все, у меня в этот момент какой-то как-то там... Я читал его там в детстве, но в детстве его люди не понимают. Ну, невозможно понять, когда это ребенок. Это совсем... Вообще сказкой нельзя назвать, не сказка. Это притча. Да, это даже не притча, это, наверное, что-то такое жизненное. И с этого момента я встал. Все, у меня носки, тапочки, кепки, майки. Иван несколько лет назад мне подарил такое очень красивое индивидуальное издание. Там с такими золотыми штучками. Вот вроде такое, знаешь, детское хобби взрослого дядьки. Да, с каждой страны, вот Лена подсказывает, с каждой страны мне привозят или дарят в этот раз тоже в этот приезд. Мне майку подарили очень красивую, как раз от руки нарисованный маленький принц. Мне подарили книжку. Мне студенты присылают, мне из Казахстана, и Польши, и Югославия, ну, бывшая. И куча-куча у меня книги с разных стран мира. Ну, мне кажется, если для вас эта книга такая, настолько знаковая, то это о многом говорит. Ты знаешь, я могу ответить на этот вопрос. Мне задали недавно вопрос, почему именно эта книга. Наверное, я просто боюсь повзрослеть. Я боюсь реально, что во мне ребенок от этого умрет. А что такое взрослый? Кто это такой? Взрослый – это те, кто любит цифры. Цифры. Это, кстати, цитата. Это цитата из «Маленького принца». Нет, ты можешь потом Ивана спросить, я абсолютно вообще к книгам очень спокойно отношусь. Это, ну, я понимаю. Когда ты постоянно думаешь о деньгах, ты забываешь все остальное. Хорошо, вопрос серьезный. Как мотивировать людей на работу и на учебу? Никак. Невозможно. Они сами должны мотивироваться. А можно как-то подвести? Нет. А если это ребенок, и нужно его все-таки замотивировать? Надо объяснять. Детям нужно объяснять. У детей понятие материальное блага, деньги, абсолютно другое, чем у взрослых. Ребенок сразу начинает думать. Ну, то есть, как говорят в Америке, что детей и взрослых разделяют только стоимость их игрушек. Что, в принципе, правда. Там, вот я Диму вчера встретил, он говорит, у меня, я хочу пилотом стать, ну, получить лицензию пилот. Мне, например, никогда не хотелось там летать или там пилотировать какой-то. У каждого человека есть что-то, ради чего он готов работать. Вот, когда ваша мечта такая прям большая, вы начнете ради этого работать. Все. Если ваша мечта маленькая, ну, естественно, вы и столько зарабатывать будете. Знаешь, как в Грузии говорят. Как? Самое главное, чтобы ваши желания, ваши мечты охеревали от ваших возможностей. Здесь вопрос один. Насколько вы чего-то сильно хотите, что вы готовы для этого сделать? Я знаю, что большинство людей, как бы, основная цель, это действительно просто деньги. А потом они говорят, я хочу денег, я хочу денег. И когда ты спрашиваешь, а зачем, то есть, вот нету какой-то той истории, которая, как по мне, действительно влечет. Давайте расскажу интересную историю свою. Мне было 30 лет. Да. Я уже к тому времени заработал много денег. И у меня было 6 машин. Феррари. У меня Феррари тоже был. Феррари был, Ягуар, Мерседесов 2 было. 6 машин у меня было. И старинные машины были, и мустанг у меня был. Все в один момент. Ездил я практически всегда на одной и той же машине, а вторые машины простаивали. Помнил, как раз я не смог завести свой мустанг, он у меня был 69-го года. И потом я просто задавал себе вопрос, нахрена? Я же не коллекционер. Потому что есть люди, которые коллекционируют. Ну, для этого тебе надо большое помещение, тебе надо там кучу машин. Да? Сейчас у меня там 2 машины. Это большой седан и кабриолет. Все. А я понимаю, что мне больше не надо. А когда мне было 30, и я стал зарабатывать деньги, да. Я, например, никогда вещизмом не страдал. Мне абсолютно безразлично. Сегодня, ты видишь, я вообще даже часы забыл одеть. Вчера одел, сегодня забыл. Ну, мне абсолютно вообще безразлично было. Я не хожу по магазинам, как многие люди очень любят. Например, вот эта рубашка. Я зашел в магазин в Виталии и купил 10 рубашек одного цвета. Вернее, разных цветов. У меня все рубашки разных цветов. Одного бренда. Потому что они сидят хорошо, я не должен думать там, идти, мерить. Знаешь, некоторые люди им нравятся. Они идут, мерят, разочаровываются, сдают назад. Я даже никогда чеки не беру. Потому что я знаю, что я назад сдавать не буду. Я захожу в магазин, увидел 5 рубашек красивых. Мне надо там выступать. Я постоянно в разных рубашках. Я взял и купил 5 рубашек разного цвета, одного и того же размера. Все, я просто говорю, дайте вот эти вот этот цвет, такого-то размера. И все. Чем трейдинг отличается от реальной жизни вообще? Ну, реальная жизнь – это не всегда материальный актив. А трейдинг – это только о зарабатывании денег. Только. Это хороший, быстрый автомобиль, если ты хорошо торгуешь, для осуществления твоей мечты. Является ли трейдинг, может ли трейдинг стать чем-то в будущем, осуществить твою мечту? 200% – да. Конечно. Ну, вот я тому пример. И вы когда рассказывали о том, что, опять-таки же, четко определяете, видите людей, вы можете сразу сказать, этот будет успешным, а этот нет? Нет. Там, скорее всего, он должен поторговать, чтобы оголились его негативные стороны, и посмотреть, как он с ними справляется. Потому что сразу ты не можешь все негативные стороны человека… Ты можешь, например, создать какую-то общую картину о человеке. Общую. Да. Ты можешь видеть этого человека и сказать, там, положительные стороны, отрицательные стороны. Но ты не знаешь, как человек себя поведет в той или иной ситуации. Вот, например, хочешь, я тебе вопрос задам? Вот ты, например, знаешь, что ты будешь делать, если ты увидишь, что он еще человек? Ну, я… Ты можешь даже не думать, потому что ответ нет. Ты не знаешь. Я не знаю. Я говорю, что у меня была другая ситуация, когда я спасал человека на дороге. О, то есть, если будет такая ситуация, ты будешь знать. А я, когда мне было 16 лет, спас человек. И в прошлом году я спас своего соседа, у которого начался эпилепсический прископ. Ну, вот у меня такая же была ситуация. Да, я просто разбил стекло в машине. Почему? Я знал, потому что у меня ровно за месяц до этого случая с отцом была похожая ситуация, и мама рассказала, что сделала соседка. То есть, просто я моментально знал, что делать. А в другой ситуации я бы не знал. Я бы не знал, что с ним делать. То есть, я знаю, например, когда ребенок давится чем-то, как с ребенком. Нельзя ни в коем случае ни по спине бить, ни по груди. Ребенка надо поднимать за руки вот так вот. Вверх. Вверх, да, чтобы он все это проходил. То есть, есть ситуации, в которых мы никогда не знаем, как мы себя поведем. Нужно их пережить, и только тогда мы понимаем. Только тогда ты будешь знать. Да, поэтому, когда ты начинаешь торговать, трейдинг оголяет все твои минусы. Она тебе уже шаткать хочет, я по лицу вижу ее. Три минуты осталось? Три вопроса. А, три вопроса? Я еще с удовольствием зачитаю вопросы от наших зрителей. Поэтому трейдинг оголит все минусы. А дальше уже надо смотреть, кто с ними справится. Чем помимо трейдинга увлекается Александр Герчиков? Я, как Иван, люблю путешествовать. Но у нас с Иванами немножко разная любовь к путешествиям. Я больше люблю мои два любимых региона. Италия, Франция. Как я люблю путешествовать? Я выбираю маленькие городочки, читаю их историю, и потом туда еду. Я там о том городе, о котором знаю, знаю все. Например, вот я смотрел фильм «Хороший год». Он до такой степени меня впечатлил. Как раз он про трейдера. Я выписал все городочки, все рестораны, которые были. Поехал в поездку. По карте, да? Это была последняя поездка моего сына со мной. После этого он сказал, что он уже взрослый. Ему эта хрень неинтересна абсолютно. Да, я взял, нашел и останавливался в каждом городочке. Поехал в Прованс, это мой любимый регион. Я поехал туда по каждому городочке. Вот это моя любовь к путешествиям. Например, я... Иван любит сафари. Я люблю животных, но я не знаю, ли я в сафари, может, поехал. Я больше люблю регион Италии, Франции. Маленькие, интересные городочки. Лука-Лука, 11 век. Очень интересные там, да, инквизиции. Я люблю такие вещи. Узнать все о городе, поехать туда. Поехать в какое-то шато интересное. Посмотреть, как они вино рассказывают. Я алкоголь не употребляю. Мне интересно, люди пробуют, что-то нюхают. Я тоже умею пробовать, нюхать. Но не пью. Была ли какая-нибудь встреча такая вот в путешествии, которая вас поразила? Или какой-нибудь такой момент, да? Бельмондо. Так. Вот с этого мне... Наверное, 2008 год. Я обожаю Бельмондо. Я вообще французский кинематограф. Очень люблю. И старый кинематограф. Там, начиная от Луи де Финесса и заканчивают Олен Далоном, Бельмондо и даже вот текущим Дэн Буни. Это один из самых известных сейчас французских актеров. Я безумно люблю французское кино. Американское кино. Я так очень скептически к этому отношусь. Не мое. Вот эти страшилки, войнушки, аватары. Я такое не люблю. Я люблю хороший такой добрый фильм французских, кинокомедию, там, любовь с элементами любви. И я познакомился с Бельмондо. Две вещи. И вторая вещь интересная была, сейчас расскажу. И он меня даже посадил за свой стол. Я с ним сидел за столом. Он уже тогда, по-моему, перенес первый инсульт. У него то ли правая, то ли левая часть. Я не помню, уже была полупарализована. Знаешь, что такое вот обаяние у человека? Вот он сидит, там, ему там 75-77 лет. Но он сидит, вот это, харизма, поломанный нос. Это старое лицо уже, да. Но вот он сидит, и ты не понимаешь. Ему просто так хочется за лицо взять и сказать, что ты все равно там, Бог. И вторая была встреча в прошлом году с Карелиным. Карелин, это восьмикратный Александр Александрович. Мы оба девы. Я 13 сентября, он 18 или 19 сентября. И Карелин для меня, человек, который один раз вообще бой за всю свою жизнь проиграл, он восьмикратный чемпион мира, 12-кратный чемпион Европы и, по-моему, 2-кратный или 3-кратный олимпийский чемпион. Он один раз проиграл. И, значит, в общем, я захожу в гостиницу, а он выходит из лифта, глыба вот такая вот. Я подхожу, говорю, я знаю, кто вы. И знаю все о вас. Я говорю, вы тут, а тут, и я прям выпалил. Потому что он остановился, говорит, как вас зовут? Говорю, меня тоже Александр зовут. Я говорю, я тоже дева, как вы. И, значит, вот человек дают руку. Ну, его рука, наверное, чтобы ты понял, наверное, он меня бы вот так за голову взял бы и поднял. Просто вот реально. Вот такая вот лапа огромная. И когда вот он меня взял за руку, знаешь, вот есть люди энергетические. Вот ты берешь чью-то руку, да, у него такая теплая энергетика. Вот эта аура. И ты, знаешь, вот есть человек, который тебя просто вот захватывает. Вот ты попадаешь в его поле. И все. И все. Да, вот я сегодня со студентом еще со своим встречался. Он как раз в Киеве тоже живет. Он у меня на годовой программе. И он как раз мне говорит. Я просто хотел с вами встретиться, посмотреть в глаза, потому что мы только общались по компьютеру. И все, и мы сидели там, разговаривали. Вот Карелин, конечно, прост. Я сидел с принцем Альбертом за одним столом. Так вот по-соседски. Разговаривал с ним. Ты знаешь, я, наверное, могу сказать, что мне в жизни повезло. Повезло. Да, я встречал хороших людей. И мне очень повезло. Есть какой-то совет, который бы вы дали своему сыну вот с высоты из ваших лет? Да. Какой? Надо делать то, что любишь. Либо иметь правильного партнера. Принято. Надо обязательно делать то, что любишь, потому что в какой-то момент ты начнешь разочаровываться, и все, и ты себя съешь. Лучше перестрадать. Лучше перестрадать. Я, когда пришел в трейдинг, я же не знал, что я трейдинг полюблю. Перестань ему уже советы давать. Ничего страшного. Я все вижу. Хорошо. У нас же это вот, как называется, это тайминг. Тайминг. Совершенно верно. И мы будем сейчас финальным. Мне кажется, ты... Давай финальный, да еще пару вопросов. Очень страшно. А, вот еще. Ладно, хорошо. Окей. На каких жизненных ошибках стоит учиться? И как вы вообще относитесь к ошибкам других людей? Боитесь ли ошибаться сами? И каких ошибок не простите? Я считаю, что человек не учится на чужих ошибках. И на своих очень мало тоже кто учится. Илон Маск, знаешь, как сказал тоже феноменальную фразу. Он иногда говорит, что простые, но очень умные вещи. Он сказал, что если вы сделали одну ошибку, ничего страшного. Но если вы сделали одну и ту же ошибку второй раз, вам стоит задуматься. Знаешь, как грабли один раз ударили, и грабли второй раз ударили. Все. Умный еврей два раза на грабление наступает. Ты понимаешь, что ошибки – это абсолютно нормально? Вопрос один – стоимость. Если ты... Ну, давайте я по-простому скажу. Вот у нас с Иваном есть много проектов. У нас есть проекты крупные, есть проекты мелкие. Вот если мы знаем, что мы идем в мелкий проект, и мы просчитали риск, я говорю, ничего страшного, давай попробуем. Но если мы идем в крупный проект, то риски, если честно, просчитываются абсолютно по-другому. Там потерять 25 или 50 тысяч долларов на проекте, ты должен, ты никогда не знаешь, что стрельнет. Бывает такое, что ты сделал проект за 50 тысяч долларов, он стоит миллион. Ты не всегда будешь умным. Но когда цена ошибки дороже, естественно, нужно получше подумать. Поэтому здесь вопрос один – ошибки – это нормально? Ты можешь их совершать, ты можешь промазать. Самое главное, чтобы там, если идет большая череда ошибок, что надо остановиться. Вы постоянно работаете с информацией, постоянно с людьми, очень много, большой поток, опять-таки же, данных. Чего не видят люди того, что происходит сейчас в мире вообще? Есть какая-то картинка, которая вот не видна? Там можно видеть все, что хочешь, люди не понимают. Я, например, не понимаю, что происходит в мире. Непонятно, да? Нет. Вот я тебе скажу новость сегодняшнего дня. Я просто ее поставил даже на Инстаграм. Я сегодня в Вашингтоне смотрю новость. В Вашингтон будет выдавать марихуану за вакцинацию. Это ж пиздец. Ну как по-другому вот это назвать? Ну разве это нормальное явление – выдавать марихуану за вакцинацию? Кокаин выдавайте уже, что там? Это уже следующий этап, когда закончится марихуана. Какой-то ее там даже самый бедный бомж может купить. То есть некоторые вещи, которые я смотрю, я элементарно не понимаю. Есть еще какие-то вещи, которые непонятные, если что происходит. Зачем, например, на Марсе строить колонию? На Земле. Ты знаешь, что у нас две трети Земли необжитые? Это статистика. Две трети Земли необжитые. Территорий космос сколько? Зачем нужно на Марс? Непонятно, в каких условиях что-то делать. Илон Маск рассказывал о том, что он это делает для того, чтобы если начнется Третья мировая, чтобы хоть кто-то выжил. Если Третья мировая, никто никуда не долетит. Вот теперь точно ставим точку. У нас впереди панельная дискуссия. Ждем всех.